Ставка на единый бренд. Сегодня в Доме правительства обсуждали стратегию развития крестьянских хозяйств и потребительских кооперативов. Съезд фермеров республики провели впервые. В повестку дня вынесли актуальные темы. Подробности в следующем материале. Спрос на экопродукты растет с каждым годом. Хозяйством в республике удается наладить поставки и в крупные города. Немалую прибыль от продаж получают производители молока, мяса, овощей и даже чеснока. Сколько урожайностей получает? Мы где-то 7, от 7 до 10 получаем, без полива. Большинство фермеров увеличивают посевы и получают солидный урожай. Но чтобы реализовать продукцию по хорошей цене, необходимо строить склады для хранения. На следующий год мы планируем построить ангар для хранения картофеля. Возможно, начнем выращивать свеклу, морковь. Также мы планируем построить зернохранилище, чтобы не отдавать зерно очень дешево. На другой уровень сейчас поднимаются и сельхозкооперативы. Только под брендом «Деревенский дворик» свою продукцию реализуют более 20 производителей. Кооператив создан для чего? Для того, чтобы, получается, первое, это наши фермеры Чувашской республики могли реализовывать свою продукцию. Второе направление – это то, что натуральные, качественные местные товары напрямую без дистрибьюторов, без всяких посредников попадают на полки наших магазинов. В перспективе, возможно, планы есть у нас и пойти по республике уже. В один бренд кооперируются и пчеловоды. Мед – натуральный продукт, пользуется спросом среди населения. Если погода позволит, это выгодно. Все, мы зависимы от природы. Роль таких хозяйств в развитии экономики Чувашии высока. Фермеры производят порядка 60% сельхозпродукции. В правительстве республики приводят веские аргументы к дальнейшей кооперации. Под единым брендом станет проще конкурировать на рынке. Но прежде необходимо решить другие вопросы. В регионе на учете находятся далеко не все хозяйства. В Чувашской республике сегодня 240 организаций, 2552 фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Из них всего 585 фермеров отчитываются к нам у нас. Остальные – это фермеры, которые нигде не отчитываются ни к нам, ни в статистику, скорее всего, и в налоговую налоги не платят. Мы с сегодняшнего дня с вами договоримся, берем эти списки и начинаем работать с каждым из них. На повестке и вопросы господдержки. Михаил Игнатьев отметил, что для агрария в республике создают благоприятные условия. Производство сельхозпродукции выросло и по количественному объему производства, и по качественному объему производства. Те земледельцы, сельхозтоваропроизводители, которые применяют современную технологию, современную технику, они даже в этих природно-климатических условиях, в зоне рискованного земледелия, получают урожай зерновых, если возьмем там до 60 центов уже доходит. За вклад в развитие отрасли руководителям хозяйств вручили почетные грамоты, благодарности и памятные часы. Дмитрий Ковалев, Бахтияров-Велеев, Республика.